МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Ставрополье продолжаются сезонные работы по восстановлению дорог. Всего специалисты уложат более 320 тысяч квадратных метров нового асфальта в рамках ямочного ремонта. Об этом на брифинге в правительстве края рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа. Обновление проезжей части проводится за счет средств муниципального и краевого уровня. Ранее губернатор Владимир Владимиров поручил органам местного самоуправления завершить ямочный ремонт до 1 мая. На сегодняшний день практически все муниципальные образования ведут данные работы. Более 90% уже в пяти муниципальных образованиях работы выполняют Обуденовский, Курской, Советский, город-курорт Железноводск и еще два муниципальных образования. Более 50% выполнено в пяти муниципальных образованиях. Это у нас Апанасенковский, Александровский, также у нас выполнен город-курорт Кисловодск и Благодарный вместе с советскими городскими округами. Летом этого года в Ставрополе начнут возводить школу на проспекте Российска. Новое образовательное учреждение будет рассчитано на полторы тысячи мест, сообщили в региональном инстрое. Сейчас ведомство ищет подрядчика для выполнения работ. Возведут школу по нацпроекту образования и краевой госпрограмме развития образования. Завершить строительство планируют в следующем году. В поселке Прогрессе продолжается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Сейчас специалисты возводят стены будущего медучреждения, обустраивают полы и монтируют коммуникации, сообщили в региональном инстракте. В здании будут кабинеты фельдшера и акушера, а также процедурная комната. Строительство проходит в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Грачевском округе стартовал ремонт двух участков дороги Сергеевская поселок Чкалова. Специалисты обновят более 8 километров проезжей части. Установят знаки и нанесут разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Завершить ремонт планируют осенью.